Доброе утро участникам акции! Левее придерживаемся, идем, получаем маечки и сумочки. У кого есть раздатка, получаем водичку и перчатки, которые пригодятся вам для посадок. Самое приятное, что с собой на места высадки деревьев ничего не нужно было брать. Инвентарь и экипировку выдают прямо на месте. Здравствуйте, мне эсочку, пожалуйста. А что вы кладете еще в сумочку? Мы в сумочку кладем перчатки и водичку, чтобы вам было удобно сажать деревья. Спасибо! Люберцы в очередной раз присоединились к областной акции «Наш лес». Центральная площадка «Тамилинский лесопарк» впервые стала местом не просто для посадки деревьев, а одной сплошной интерактивной зоной. Здесь и мастер-классы, и развлечения на любой вкус и цвет. Песня «Тамилинский лесопарк» И смотрит на то, как мы сегодня будем сажать деревья, деревья счастья. Это деревья будущего нашего. И я верю в то, что у нас все получится и будет самым замечательным образом. Мы сегодня впервые пришли со всей семьей. Дети, внуки. Посадить деревья. Посмотреть на концерт. Моя Россия, твои просторы, твои запаля, озера. Селую лазают агенты, лазают шпионы, но никак им не раскрыть тайны, самогоны. Уже в шестой раз по инициативе губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы собираемся на оставшую традиционную акцию по посадке деревьев. Здравствуйте! Раменцы привет! И наши гости. Конечно же, мы сегодня рады принимать на нашей земле, такой и Люберецкой, и Раменской, такую большую группу наших жителей. Мы готовы сажать лес? Да! Тогда вперед посадкам! Ура! Моя Россия, твои просторы, твои запаля, озера. 17 гектаров. Именно такова площадь центральной площадки, которая в этом году объединила Раменский и Люберецкий округ. Также здесь сажают деревья и гости из других муниципалитетов. 6 тысяч санженцев сегодня обретут свое место. Моя семья, здесь родина моя, здесь только счастье. Я ни разу в своей жизни ничего не сажала и только в теории представляю, как это делать. Помогите мне, пожалуйста, подскажите, как посадить саженец так, чтобы в будущем из него обязательно выросло большое красивое дерево, и он не погиб. Ну, как правило, в посадке участвуют два человека. Один человек делает лунки, а другой непосредственно сажает вот в эту лунку сеянец. Одно из особенностей посадки заключается в том, чтобы уровень почвы, уровень лунки, куда опускается сеянец, находился на расстоянии посередине от корневой шейки. То есть обязательно оправляется корневая система в глубь лунки и хорошо прижимается. Тогда сеянец вырастет и будет из него дерево. Посмотрите, какая замечательная погода, сколько много людей. Какой позитивный настрой. Я думаю, что нам с такой командой все по плечу, и в том числе вот сегодня осилить такой большой объем и посадить свой лес. Мы регулярно посещаем. Не только такие, но и субботники и прочие мероприятия. Помогаем общественности. Нас призывают помочь посадить. Мы, естественно, с радостью едем на эти мероприятия и участвуем в них. Лучше, чем если бы мы просто сидели дома и занимались обычными бытовыми вопросами. Это на самом деле праздник, и на нем присутствует огромная радость. Свежий воздух, природа, красота. Дети сажают счастливые, радостные. В 2010 году у нас в лесу был страшный пожар. Погорело очень много леса. Как бы печально смотреть на всю эту ситуацию. Вот и решили сегодня помочь и прийти посадить эти деревья. Боевое настроение. Сажаем лес. Выгоревший. Сейчас пойдем кашу есть. Тех, у кого на свежем воздухе разгулялся аппетит, на обед ждала импровизированная столовая полевой кухни. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня угощается? Ну, сегодня мы будем угощать гречневая каша с тушенкой. И на третьей у нас будет чай. Какой-то секретный рецепт каши? Ну, в каждой полевой кухне есть с чем-то свой секрет. Ну что ж, начало положено. Сегодня Дмитрий Мальцев посадил свое первое дерево. Как ваше настроение? Здравствуйте. Хорошее настроение, хороший денек. Очень приятно делать что-то для будущих поколений, для пользы природы и микрорайона вообще в целом. Приятно на душе. Мы пытаемся позаботиться не столько о себе, сколько о будущем поколении, которое вырастет и будет дышать свежим воздухом. Так что все вот для вот этих вот маленьких кров. В лесу, конечно, хорошо, но и городу тоже нужны деревья. На массовую посадку вышли не только жители, но и управляющие компании, общественники и депутаты. В районе улиц Волковская, 49, было посажено порядка 10-15 саженцев. Это клен генал, это кусты. Была выбрана замечательная площадка для этого мероприятия. В участие в ней принимали жители ближайших домов. Сюда, Даша, помогай маме выливать воду. А теперь, пожалуйста, взяли себе ленточку. На посадку деревьев в Люберчане приходят всей семьей. Вот и семья Горулька уже с малых лет приучают свою трехлетнюю дочь Дашу к посадке деревьев. Настя, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что значит для вашей семьи посадить дерево? Во-первых, это озеленение. Во-вторых, очень важно, мне кажется, приучить ребенка к защите, наверное, окружающей среды. Семья Барановых не первый год сажает деревья. До этого им приходилось сажать только на своем дачном участке. В данной общественной акции они участвуют впервые. Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в этой акции? Ну, захотелось сделать ярче, зеленее местность, где мы живем. Выйти на балкон, увидеть красоту и плюс приятно видеть результаты собственного труда. Все, теперь подливаем еще воды. Давай. Всего по городскому округу Люберца участвует в этой акции 157 дворов. Порядка полутора тысяч деревьев будет посажено, около двух тысяч кустарников. Данная акция для меня – это прежде всего прекрасная возможность. Помимо того, что мы улучшаем экологическую ситуацию, то еще и прекрасная возможность людям общаться. А на сытый желудок и работает веселее. На всех участках округа, где сажают деревья, управляющими компаниями организовано питание для люберчан. Матвей, Матвей, посмотри сюда, Матвей. Было очень весело, хорошо. Спасибо за организацию этого праздника на нашей администрации. Спасибо большое. Мы рады, довольны и счастливы. Да.